Складывалась ситуация в сегодняшнем матче. Счет открыли футболисты Сатурна. Рэн Ти Ви сделал это Валерий Кеченов. На 77-й минуте на 80-й ответный мяч забил Дмитрий Сычев. И второй мяч, не знаю победный ли, провел с пенальти Владимир Бесчастных. 2-1 впереди Спартак в матче с Сатурном. Муратович пасует на Рогачева. Последние минуты матча. Сатурн пытается уйти от поражения. И что? Мяч не ушел, не ушел показывать Ключников. Сничем Сонин. Сонин против него Джаукстас. Сонин пасует на Титова. Титов пас в Бесчастных. Титова в Бесчастных передача не прошла и рвется вперед Сосновский. Но нужно пас отдать на Белешина. Было раньше нужно было отдавать пас. Продержался с пасом Сосновский. И сейчас уже завалили. Не вижу, кто это упал. Юрий Васильевич Васильков выскочил на поле. Не вижу, кто из спартаковцев. Он показывает эмоционального Владимира Шевчука, который, естественно, недоволен, что у его команды отобрали, ну, если не три, то, во всяком случае, точно заслуженное очко. И вот сейчас Ключников подходит к тренерской скамеечке. Тут стал и Олег Романцев. Идут какие-то дебаты Романцев. Ну, я... О, вот, видите, что попали в Романцева бутылкой. Без сомнения, оштрафована. Может быть, даже дисквалифицирован будет стадион в Раменском. Ну, разве можно так себя вести? В конце концов, нужно же достойно проигрывать. Ну, это же просто неприкрытое хамство. Так нельзя себя вести, в конце концов. Футбол — это спорт. Это игра. Да. Вот так завершается эта игра. Завершается игра в Раменском. А нам еще раз показывают бросок какого-то хулигана с трибун. Кеби прикрывает своим телом Олега Романцева, спасая его от других нападок. Подача в штрафную. Сычев. Да. Игра равных возможностей в этом случае. Нужно было бы сказать. И вот так, к сожалению, она завершается для хозяев поля. Ну, повторяю, это игра. От этого никуда не уйдешь. Нужно было реализовывать свои моменты, которые у Сатурна были. Но они еще игра-то продолжается. Рогачев. Рогачев падает. Нет. Лучников, значит, там не было нарушения правил. Горшков возвращает, значит, переднюю линию. Здесь бесчастных он уже отрабатывает в задней линии. И вот бесчастных посылает мяч на козырек. И мяч вылетает за стадион, за пределы стадиона. Быстро бросили мяч футболисты Сатурна. Быстров. Мяч снова уходит за боковую линию. Летят бутылки на поле. Сейчас. Ключников уже, так знаете, сам, не дожидаясь сотрудников стадиона, выбивает, выбрасывает мяч, выбрасывает бутылки за пределы стадиона. И что? Мяч уходит за лицевую линию. Удар-отворот, показывает Юрий Ключников. Удар-отворот. Максим Левицкий будет производить. Честно вам скажу, даже не знаю, сколько добавил. Сколько добавил Ключников. А тут пошли уже, видите, ОМОНовцы на трибуну. Причем не Спартаковскую, а Сатурна Рэн Ти. Да. Обидно. Конечно, обидно так проигрывать. Отдавать игру, которая была у тебя в руках. Безусловно. Но нужно вести себя достойно. Итак, Спартак после трех поражений к ряду. Одержал победу. Победу со счетом 2-1 на поле подмосковного Сатурна Рэн Ти. И вот сейчас Владимир Шевчук рвется. Вот как вы с этой, не видите, этой сцены. Шевчук в центре поля рвется к арбитру матча Юрию Ключникову. Высказывая свои претензии по поводу судейства. Ну а Спартаковцы обнимаются. Ликуют спартаковские болельщики. Что я могу сказать? К сожалению, для Сатурна Рэн Ти и игра с демократным чемпионом вот завершилась таким образом. 2-1. На 77-й минутный счет открыл Валерий Кичинов. На 80-й сравнял счет Дмитрий Сычев. Ну а победную точку в матче поставил Владимир Песчастных. Реализовав 11-метровый штрафной удар за нарушение правил против Егора Титова. Вот так, можно сказать, скандально завершилась эта игра на стадионе Сатурн в Раменском. После небольшой паузы мы вернемся, обязательно вернемся снова на стадион и посмотрим, посмотрим наиболее интересные моменты игры. Так что я приглашаю вас снова к экрану. Небольшой перерыв. Продолжение следует...